Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Тема сегодняшней программы – психологическая поддержка пациентам с онкологическим диагнозом и их родственников. Я сегодня пригласила раскрыть эту программу Олесю Чучалу, практикующего психолога, онкопсихолога. Олеса, здравствуйте. Здравствуйте. Олеса, вот сначала вы начинали как психолог, который работает с семьей, да, и сначала, наверное, не думали о том, что вы когда-то войдете вот в такую узкую специализацию, как онкопсихология. Да. Скажите, чем занимается онкопсихолог и почему вы решили работать с этой темой? Ну, чем занимается онкопсихолог? Онкопсихолог занимается сопровождением тех людей, которые оказались в ситуации болезни. Кроме того, онкопсихолог работает и с родственниками тех, кто проживает процесс лечения и восстановления, реабилитации. Онкопсихология – это отдельное направление сейчас. Вот, например, мы с вами были на конференции, да, которая проходила в Москве, международная конференция. Вы заметили, как много было всевозможных секций, всевозможных лекций, которые вот именно прямо с заголовком выделялись? То есть онкопсихология, да, на фоне всего остального – детской психологии, психологии семейных отношений, да. Это связано с тем, что онкология действительно шагает по нашей жизни, да? Да, это действительно именно с этим и связано. Почему? Потому что сегодня уже очень огромное количество семей сталкиваются с тем, что в их жизни это происходит, в жизни их близких это происходит, у родителей, у партнёров, у деток. То есть, по сути дела, каждый человек сегодня знает, что такое рак. Ну, если, например, несколько лет назад при постановке такого диагноза это действительно были варианты летального исхода, да, то сейчас при правильном подходе, я так слышала и знаю. Люди выходят в стабильную ремиссию и продолжают жить и реализовываться дальше. Происходит переоценка ценностей в жизни человека, и человек находит себя, цели дальше для того, чтобы жить, быть полезным социуму и живёт. Итак, каким образом работаем мы как специалисты с человеком, у которого такой диагноз? Что он проживает? Какие периоды происходят в его жизни? Как психолог может помочь? Ну, первое, с чем сталкивается вообще человек, когда ему ставят диагноз, это, конечно, с очень серьёзным отрицанием, да, и на самом деле эта фаза отрицания может затягиваться на длительное время, и мы говорим о том, что человек в это время не понимает, что это с ним происходит, он в это не верит, несмотря на то, что он ходит дальше к врачам, несмотря на то, что он принимает решение проходить курс химиотерапии, лучевой терапии, но он в это и во всё не верит. Он говорит, я как в сказке, я хожу из кабинета в кабинет, и это не со мной. Я не верю, что я прожил до 50, до 60 лет, то есть мне вроде бы дочь замуж выдавать, детей учить, внуков бы дожидать, а вот оно со мной сейчас всё происходит. То есть вот это серьёзная стадия, в которой клиент находится очень долго. Такая шоковая, да? Она шоковая на самом деле. Следующая стадия, это у нас стадия проживания злости, когда мы начинаем понимать, что это уже факт, это уже явное состояние, да, и у человека возникает вопрос, почему так происходит? Чем же я тебя боженько прогневил, да, для чего вообще всё это пришло? Вот, и человек начинает говорить о том, что это несправедливо, то есть я это не заслужил. То есть я делал это, 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 тут старался быть хорошим, тут люблю, тут всё делаю правильно, там в церковь хожу и какие-то вещи делаю, но тем не менее... Такое произошло? Такое произошло, да. Вот это вот стадия злости. Есть ещё одна фаза, которую проживает человек, это фаза торга. Когда человек начинает говорить о том, что ты мне дай, пожалуйста, доучить ребёнка, да, а там уже дальше забирай меня к себе. То есть, по сути дела, в этот период человек начинает торговаться с самим Господом Богом. Вот. У кого-то срабатывает, у кого-то нет, но важно всё-таки, чтобы человек пошёл дальше, к переосмыслению ценностей, к принятию своей болезни. И следующая стадия, которая тоже есть в проживании онкопациентов, и родственников, кстати, тоже, потому что они проходят ровно те же стадии, это стадия депрессии. Когда у человека опускаются руки, когда ему это физически очень тяжело, да. Потому что химиотерапия, да. Химиотерапия, лучевая терапия, это всё очень много сил, да. Именно жизненных сил. Вот. И человек себя начинает чувствовать несчастным, то есть у него появляются суицидальные мысли. Ну и вы же сами понимаете, кто должен в этот период, да, оказывать поддержку, конечно, близкие люди, да, и психологи. И ещё есть одна стадия, и это стадия принятия. До этой стадии доходят уже, в принципе, в процессе лечения. И очень часто в периоде выздоровления, да. И в периоде выздоровления. Но в периоде выздоровления есть ещё один момент. Когда человек выходит в ремиссию, у него возникает огромный страх, что можно вернуться обратно. И вот с этим тоже необходимо работать. То есть даже несмотря на то, что уже всё пройдено, уже проделана огромная работа внутренняя и внешняя, да, и физическая, там, и операции, сделанные химиотерапии, сделанные облучения, всё, что нужно, сделали. Но, тем не менее, психологическое состояние клиента оставляет желать лучшего, потому что он бесконечно возвращается в те состояния, где ему было плохо. То есть он признал этот факт, но он всё равно эмоционально возвращается туда, что ему плохо, и он боится вновь оказаться там. И таких случаев очень много. Когда прошли операцию, химиотерапию, и спустя там 3-4 месяца люди снова возвращаются, но уже с другими органами, с поражением в других органах. То есть такие случаи действительно тоже есть. Вот смотрите, когда мы были с вами на конференции, практически все из разных регионов специалисты говорили, что когда у человека возникает такая ситуация, когда ему ставят диагноз онкология, он, в принципе, оказывается один на один со своей болезнью, потому что начинается, там, один врач посмотрел, полечили, назначили и пошли дальше, да. То есть ему нужно самому пытаться прожить, пройти этот путь. Никто никакую поддержку, в принципе, не оказывает, да. Сейчас я знаю, что у нас в России есть такая программа, которая позволяет, так как больных очень-очень много, тем не менее позволяет обратиться за помощью к онкопсихологу, да, и он и сопровождает. Расскажите про эту программу. На самом деле программа не одна, программ в России достаточно много, но тот проект, который, собственно говоря, сегодня выбираю я для себя, да, это благотворительный проект «Опора», проект «Московский», и онкопсихологи оказывают безвозмездное психологическое сопровождение и поддержку непосредственно онкопациентов, да. Конечно же, есть ограничения. Какие? Ограничения – это возраст 18+. Следующий момент. Клиент обязательно должен быть пациентом онкологического диспансера. То есть мы не рассматриваем, онкопсихолог не берет в психологическое сопровождение клиента, который немедикаментозно принял решение выходить из болезни. То есть это обязательно человек должен быть... Сопровождаться? Обязательно должен лечиться, да. Вот. Следующий момент. Очень важный, на моё мнение, на моё видение, да, что клиент должен прийти сам. То есть, безусловно, дорожку могут показать родственники. Муж нашёл, жена нашла, родители порекомендовали. Но, тем не менее, желание у самого клиента должно быть в первую очередь. То есть его мотивация на то, что... Это важно. На выздоровление. Да, он будет работать. Ну, вот это такие основные, да, правила, при которых мы начинаем работать. Работать. Хорошо. Итак, клиент приходит, да, вот очень часто говорят, ну, чем мне психолог может помочь? Вы понимаете, у меня тут, да, такой страшный диагноз. Я не знаю, как там утром просыпаться, как с этим совсем засыпать. А тут вы мне ещё предлагаете какого-то психолога посещать. Вообще, с чем работают, с какими темами, с какими вещами? С чем работать приходится специалисту вот при такой ситуации? С чем начинаем работать? Начинаем работать в первую очередь с ресурсами. То есть всё равно человек эмоционально очень истощён. Да? И первое, что мы начинаем делать, это мы начинаем приводить в порядок свою эмоциональную составляющую. Ищем радость жизни, учимся делать гимнастики, дышим. То есть то, что даёт ресурс человеку. Следующий момент, который делается постепенно, то есть это 12-часовая терапия, да. Она простроена как курс, там, ну, 12 часов плюс-минус, да, там, 2 часа. Вот. Следующее, что мы делаем, мы сталкиваемся всё равно непосредственно вот с этими фазами проживания. То есть вы определяете, в какой фазе сейчас находится пациент? Да, определяем ту фазу, в которой находится сейчас пациент, но эти фазы имеют свойство перепрыгивать из одну в другую. В зависимости. Да, они очень близко в зависимости от ситуации, в зависимости от настроения. То есть это всё в совокупности, да. И, собственно говоря, мы работаем относительно вот этих вот фаз проживания через определённые техники. Что ещё мы делаем? Онкология чем сопровождается? Онкология сопровождается огромным страхом. То есть работа со страхами? Работа со страхами. Как я всё пройду это? Как я буду жить дальше? То есть всё равно меняется, очень сильно меняется окружение, очень сильно меняются профессиональные направленности людей. Ну, часто с этим сталкиваемся, да. И у человека возникает вопрос, что я с этим буду делать дальше? То есть это же тоже страх двигаться дальше. Страх того, что физическое уродство произойти может, да. Женщины, конечно, очень переживают то, что останутся без внешней красоты. Что у них не будет волос, у них не будет бровей. То есть огромное количество страхов, да, по поводу последствий этой болезни, того, что эта болезнь может вернуться. То есть это такой весомый блок в нашей работе. Что ещё есть? С системой ценностей, конечно, мы работаем, да. То есть болезнь – это ведь всё равно о том, чтобы что-то пересмотреть. Не просто же так болезнь пришла в нашу жизнь, да. И на самом деле, если рассматривать с точки зрения других болезней, то рак – это не самая страшная болезнь. Да, намного страшнее бывают инсульты, инфаркты, болезни Альцгеймера, потери памяти, да. То есть как бы онкология сегодня, она поставлена на такую лесенку, что она действительно опасная болезнь. Но, тем не менее, распространённая болезнь. Распространённая, но, тем не менее, часто излечимая. И очень важен всё-таки психологический настрой. И вот этим мы занимаемся с онкопациентами, мы проживаем то, что они внутри себя чувствуют. И, собственно говоря, мы работаем в ресурсировании для того, чтобы человек выходил и знал, как он себе может помочь. То есть наша основная задача, моя задача, как онкопсихолога – это помочь человеку найти точки для опоры, чтобы он жил дальше, чтобы он научился радоваться жизни, несмотря на то, что ему сейчас тяжело. То есть чтобы он осознал, что у каждого свой путь, и его путь именно такой, что его путь именно через болезнь. Чтобы клиент осознал, для чего ему дана эта болезнь, причины возникновения болезней разные. Вот. Ну и, в общем-то, чтобы он научился себе помогать сам. Вот сейчас, помните, я вас приглашала для программы, когда мы раскрывали тему психосоматики, да? Вот каждый раз человек же задаёт, по какому поводу и почему эта болезнь у меня, например, возникла, да? Или возникла именно в этот период времени. Вот когда вы будете у нас на игре, на фестивале, да, вы не… Какую игру будете вести? Ну, в этот раз организаторы, да, предложили провести «Империю магов». «Империю магов», да? Да. Просто очень хорошая игра про психосоматику. Мне она у вас очень нравится. Игра психосоматика на самом деле очень показательна, потому что за процесс 2,5-3 часа человек понимает, что является основой его причин возникновения болезни, какие механизмы запускают, какие межличностные взаимоотношения повлияли на то, чтобы, да, это проявилось уже как некий букет симптомов, может быть даже, и какие чувства за этим за всем стоят. Конечно, игра не располагает к тому, чтобы мы прошли 2,5-3 часа игры, и болезнь ушла из жизни человека, но, тем не менее, поднимается пласт для ответов, и человек может дальше идти либо в терапию сопровождений, да, либо в какие-то свои внутренние самоанализы, что тоже, безусловно, очень важно и нужно. Вообще используете все виды, да, и артерапию, и семейную системную терапию, да, то есть если мы говорим о психосоматике, то бывает часто, что это семейные симптомы, симптомы из системы, то есть, да, там что-то было там у бабушки, у мамы, и у ребёнка повторяется один и тот же диагноз, то есть и с этой позиции мы тоже рассматриваем. То есть инструментов для работы огромное количество. И всё это во благо пациента, который ищет ответы на вопросы и ищет ресурсы, дабы справиться с таким диагнозом. Хорошо. Вот смотрите, одно дело, когда до вас дошёл сам пациент, да, но у человека есть семья, у него есть родные и близкие, которые тоже не знают, как пережить, как помочь, как справиться вот с этой ситуацией, которая как снег на голову свалилась, да, например, на человека. В таких вариантах как вы работаете с родственниками? В проекте «Опора» простроена программа следующим образом. 12 часов терапии онкопациента, 1 час работы с родственниками. И родственникам рассказывается всё, что происходит с больным, мы отвечаем на их вопросы, мы показываем вот как раз именно те стадии, которые проживают и родственники, и пациент, потому что это прописано, да, это не мной придумано, там, да, это уже несколько поколений психологов используют вот эту классификацию. То есть мы говорим о том, что это имеет место быть в жизни пациента и вашей тоже. То есть, ну, просто об этом, знаете, мы информируем. Что ещё мы делаем? Мы рекомендуем, конечно, родственникам максимально поддерживать. Причём поддерживать с позитивной точки зрения, да. Тут нужно понимать, что любая болезнь – это всё-таки позитивное настроение и желание жить дальше. То есть с любой болезнью можно вот хотя бы на таких вот, да, нотах справиться? Ну, эмоционально – да. Да, то есть если мы будем мысленно даже допускать, да, все мы знаем сегодня о том, что наша мысль материальна, да, и если мы будем даже мысленно допускать и рисовать поворот событий, то, конечно, мы этот поворот событий максимально быстро притянем. Да, то есть тут и об этом тоже важно говорить. Что говорят сами онкопациенты, конечно, да, мне хочется сказать? Сами онкопациенты говорят о том, что я не хочу жалости, я не хочу, чтобы при мне плакали, я не хочу видеть слёзы мамы, я не хочу видеть слёзы жены, я не хочу, чтобы при мне плакали и меня охоронили заживо. Вот это прямо дословно слова. Часто произносимые, да, пациентами? Сонкопациентами, да. Потому что они воспринимают это как прощание. И на самом деле это же страшно, да. Невозможно всегда улыбаться. Но тем не менее, если ты плачешь, да, так ты, по крайней мере, своему дорогому-то человеку объясни, по поводу чего твои слёзы. Это могут быть слёзы по поводу того, что ты боишься того, что, например, сейчас будет происходить там очередная химиотерапия, и тебе будет плохо, и ты будешь выглядеть плохо, например, да. Или, ну, очень же часто и дети видят всё это, да, и супруги переживают по этому поводу. И вот просто нужно говорить, учиться о том, что ты проживаешь. Ну, часто бывает и так, что, например, человек просто себе запретил, да, выражать какие-то эмоции и чувства. И это тоже вопрос. А помогает ли это твоему процессу выздоровления, да? Родственники, бывает, что вообще морозят все свои чувства, перестают общаться с больными. И это как раз про то, что один миф, да, существует, что онкология передаётся воздушнокапельным путём. Да, слышали про такой миф? Нет, не слышала ни разу. Но вот я столкнулась с этим, что считается, что онкология – это заразно. И я вам говорю, что это действительно миф, онкология не заразна. И даже онкология не передаётся по наследственности. То есть по наследственности мы говорим о том, что… Предрасположенность может быть. Предрасположенность может быть. Но, тем не менее, вот по наследству – это когда у бабушки рак груди, у мамы рак груди, потом у дочери рак груди. Вот это вот по наследству. А если мы, там, рак одного органа, тут другого, тут третьего, то это мы говорим не о системном моменте, и это про разный рак, это про разные истории в жизни каждого из членов этой системы, это не про наследственность. Поэтому миф о том, что вот онкология передаётся воздушно-капельным путём. Да, это всего лишь миф. Это всего лишь миф. Но, тем не менее, и так мы с вами понимаем, что есть две точки работы, да, и две точки роста. Это, во-первых, сопровождение пациента с онкологическим диагнозом и работа с его ближним окружением, да. И там, и там можно найти ресурсы. Безусловно. И если звено какое-то выпадает, например, как вы говорите, да, человек понимает, что он остаётся сейчас один на один со своим диагнозом, а окружение никак не может адаптироваться к изменяющейся среде, то есть такие варианты, есть истории жизни, когда человек справлялся, будучи один на один без поддержки с такими диагнозами, да. Я так полагаю, что есть какие-то у нас группы, наверное, да, социальные группы, где рассказывают люди, как они проходили тот или иной путь выздоровления, или этого ничего нет? Вот насколько мне известно, в Кирове этого нет. И так как не все идут в направлении онкопсихологии, ну вот я про коллег сейчас говорю, да, то я на самом деле в нашем городе вот как таковой группы не знаю, куда бы, например, передать онкопациента после вот этих 12 часов терапии, да. Пока мне неизвестно. В любом случае, это нужно делать, это нужно создавать. Если это есть, то мне, конечно, хочется, чтобы коллеги откликнулись, да, чтобы они сказали, что мы есть, давайте будем сотрудничать. Работать вместе. Давайте будем работать вместе. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какие перспективы с точки зрения вот такого сообщества, как, например, мы понимаем, что сейчас онкопсихологов не так много в нашем городе, да, есть ли какие-то перспективы в процессе обучения, образования, и вот именно чтобы было уже такое сообщество онкопсихологов, которые работают над этой проблемой? Есть на самом деле мысль, да, и уже проговариваются с тренерами даты на конец апреля, чтобы привести вот курс повышения квалификации, да. Для профессиональных психологов. Для психологов, да, по онкопсихологии, причем обучение для тех, кто прошел путь онкологии. В своей жизни, да. В своей жизни, именно вот как сам онкопациент, психолог, да, в этой программе принимают участие безвозмездно, то есть они не оплачивают обучение, они просто обучаются и дальше помогают людям. Вот. Такой вот курс планируется пройти в конце апреля в нашем городе. Но все подробности можно будет узнать у вас лично, да, ищите в социальных сетях Олеси Чучалова «Практикующий психолог», в Фейсбуке вы, я знаю, есть в Контакте. Все есть, да. Ну и, конечно же, будете у нас на фестивале в эту субботу, 17 февраля, фестиваль психологических, коучинговых и бизнес-игр. Еще раз повторюсь, что Олеся ведет игру «Империю магов», а также игру «Психосоматика». И история болезни моего ребенка, то есть тема психосоматики, да. Ну что, друзья, вот такая у нас сегодня получилась программа. Желаю всем крепкого здоровья, дружеской поддержки. Всегда чувствуйте, кому, если нужна помощь, обязательно ее оказывайте. Ну и, конечно же, замечайте, что каждый день – это день, который искрится, который приносит нам с вами счастье, любовь и уверенность, наверное, в будущем. Спасибо, Олеся, большое за свой рассказ про то. Сегодня мы говорили, как психологи оказывают психологическую поддержку пациентам, которым поставили онкологический диагноз, ну а также поддержку их родственникам. Это была программа «Практическая психология». С вами была практикующая психолог Надежда Бушевна. Всем любви, счастья и здоровья.